Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Ну что ж, 20 число должны были начислить всем и каждому новенький ВК-75. Это прем по типу ВК-90 только на 8 уровне, и давайте посмотрим. ВК-75-01 тебе начислят. Ну, я не хочу делать никаких прогнозов, пока что просто посмотрим технические характеристики этой машины, но потом, естественно, мы с вами пойдем в рандом и уже будем смотреть. Но есть существенный такой недостаток. Знаете какой? Ребята, все дело в том, что сейчас весь рандом в этих танках. Вот абсолютно весь рандом, ну уж по 5 танков точно будет встречаться. Но вот так он выглядит. Есть какие-то экраны, а-ля у какого-то Келлера. Ну, то есть один в один. Что касается башни, ну, будем ждать, что она такая же мощная на своем уровне, как и у ВК-90. Давайте мы сейчас его оборудуем. Форсаж мы, конечно же, уберем, поставим вторую ремку, потому что я считаю, что все-таки такие супертяжи не должны играться на форсаже. Амуниция, кстати говоря, здесь абсолютно типичная. То есть нету никаких фишечек, по-типа там динамической, по-типа там какого-нибудь прицела. Такого ничего нету. Так, камуфляж. А камуфляж у него вообще какой-то есть? Легендарки пока не завезли. Давайте поставим что-то, ну, такое стоковое, наверное. Поставим стоковое. И давайте это будет, ну, вот такой вот немецкий набор на зиму, на лето. Классику. Немецкую классику. И пустыню поставим вот такую. Очень мне нравится немецкая вот эта вот пустыня. Так, что касается оборудки, наверное, мы сделаем тут тоже. Также ДПМ вообще нет. Ладно, давайте на характеристики переключимся. Так, 1800 прочности, как у большинства танка 8 уровня. Что касается брони у танка. Во лбу башни 280. Ну, звучит очень круто. Это как у десяток. Как у супер коня. Там примерно такие же цифры. Во лбу корпуса 186. В бортах башни 120. Не хочешь ли ты? В бортах корпуса 100. В корме башни 80. В корме корпуса 60. Ну, я вам могу сказать, что эта штука, судя по входным данным, должна неплохо так танчить от ромбика. Так, урон минуту 1928. Перезарядка 14,3. Так, пробитие на подкалиберах 265. На ббшках 225. Ну, на самом деле пробитие очень посредственно. Так, вот то, что урон у него 460, это, я считаю, здорово. То есть было бы гораздо хуже, если бы у него был такой же ДПМ. Но, например, перезарядка чуть лучше. А альфа какая-нибудь 350. Я считаю, что пусть лучше так. Так, сведение 4,7. Разброс. Давайте разброс сразу же починим. 0,342. А то вообще танк косой. Так, ну давайте посмотрим по пробитию того же Тигра 2. Не обращайте внимания на то, что он гол. Абсолютно одинаковое пробитие. 225 на ббшках, но подкалиберы 285. Вы понимаете, да, разницу? Я бы, возможно, чуть-чуть помолчал, если бы я увидел 265, но на кумулях. А вот так вот. А вот 265. Че хочешь, что и делай. Ладно, давайте в рандом. Я не знаю, что будет происходить. 5 танков. Ладно, окей. Ну, как выглядит, мне нравится. Как будто бы я даже сказал бы 480 бальфу тут было бы неплохо. Ну, чтобы ДПМ хоть чуть больше, чем 2000 был. Ребята, обычный будний день, посмотри. Это у нас обычный будний день. Это даже не выходные. Ну, поворачиваемость корпуса, в принципе, допустима для такого тяжа. Скорости нету. Ожидаемо. Блин, обалдеть. Я вообще его не пробиваю ББшками. Своими, по крайней мере. А это он прямо стоит. Он еще не доворачивает. То есть, сложность в том, чтобы попасть просто. А ты так удалил. Ну, броня есть. Прикольно. Прикольно. Как будто бы есть броня у танка. Прикольно. 453 прям звучит здорово. Блин, слушай, пока мне нравится этот танк. Но к нему пока не привыкли. Его пока не знают. Его пока не пробивают. Опа. Она через каток, кстати говоря. Да точку, что ли, перезахватить и добрать шотных. Этого добрать, того надо добрать. Так, к С, наверное, я уже не успею. Поеду, слушайте, поеду на точку Б. Сейчас наших перебьют. Пока я там буду точку брать. Да чтоб тебе. Да как так-то? Прикиньте момент. Просто башня подлетает, и я из-за этого не попадаю в танк. Ну, бред же. Я не знаю, как это назвать. 2200, слушайте, успел. Одно непробитие было в танк, по-моему, в ВК. Так. 2200, 2300. Фарм один. Танк не фармит. Ну, пока что я этого не увидел. Так, идем дальше. Сколько ВК-шек? ВК-75. Четыре штуки. И у нас две, и у них. И у них тоже две. Я сначала подумал, а почему бы не сделать стрим на этом танке? Но, честно говоря, наверное, не очень будет классно, потому что только такие танки мы будем с вами встречать. Ну, по крайней мере, их будет очень много. Но пишите, если хотите, сделаю. Танк мне нравится 100%, я вам могу сказать. Сейчас я не хочу говорить это имба или не имба, никто не пробивает. Нет. Я больше чем уверен, что к этому танку привыкнут и просто научатся пробивать. Я уже сейчас понимаю и осознаю, что... Девятки будут его шить. Ну, это, в принципе, нормальная история. Было бы удивительно, если бы девятки еще не пробивали бы. Не совсем понятно, куда, но, видишь, пробил. Так, не самый точный, но у человека получилось закинуть вертуху. Двигатель поврежден, максимальная скорость снижена. Продолжение следует... Так, давайте ИСа. ИС... ИС... Стой, 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 стой. Хорошо. Стрелять приятно, но, повторюсь, танк не самый точный. Там капец, кто-то мне помогает жестко. Прикольно. Поддержи огнем, называется. Слушай, а вафля, ну, заманала просто. Просто заманала. Она как будто бы и ждет, пока я по нему... Ну, дам тычку, чтобы отстреляться по мне. Вот, наконец-таки танканул. Поздравьте меня, пожалуйста. Ну, блин, девятка, что тут хочешь? Мне кажется, ему даже и выцеливать особо не нужно. Он пробивает вообще везде. Тем более, находясь сверху. Атакуй, атакуй, атакуй. Хорошо. Ну, вот такой вот бой с девятками. Что-то настреляли. Особо брони я, честно говоря, не почувствовал. Но было бы... Было неплохо. Так, ну что, идем дальше. Наверное, финальный бой. Против девяток посмотрели? Посмотрели. Так, танк. Конечно же, больше такой прям городской. И ни черта подобного вы не услышите в плане универсальности. Нет, я не назову его универсальным точно. Но пацаны даже камуфляж не стали ставить. Заднее расположение башни все-таки обязывает к определенному геймплею. Там, от угла зданий, как-нибудь пробовать отыгрывать. Давай. А их где, пацаны? На центре? Чего? Пробитие. Свисель, куда он попал мне? Опять не нажалось. Есть пробитие. Хорошо, не с нулем. Блин, а люк-то, слушай, люк реально выцеливается. Даже моей ББшкой. Не пробитие. Да, пробить в люк действительно не составляет труда. Я думал, все-таки он чуть-чуть зашит более будет. А он прям, он прям картонники. Будут ли зашивать его к релизу танка? Нет, не думаю. Чуть-чуть доворачивает он. И уже в катке пробивается. И уже в катке пробивается. со слабым двигателем. Он на рожу, он несется. Кажется, нужно откатывать. Я один остался. Но, ребят, извините, это еще один слив. Да-да-да-да-да-да. Танк явно не снайпер. Ладно. Вот как-то так. Все, народ. В этом сумасшедшем рандоме я играть больше не хочу. Танк прикольный. Просто ждем, пока он появится. Посмотрим, за какую цену он появится. Каким образом он в сундуках, не в сундуках. Там, может быть, открыта какая-то продажа будет за золото или за деньги. И потом уже будем делать выводы. Танк неплохой. Но рандом. Я не готов в таком рандоме играть. У меня на этом все. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok